Исайя, глава 10. Горе тем, которые постановляют несправедливые законы и пишут жестокие решения. Почему он повторяет это? Только потому, что злодейства их были многочисленны и часты, что и было причиной болезней. Писание всегда называет злодейства болезнями, под языком его пагуба и поистине. Болезнями служат злодеяния, не только не приносящие хорошего плода, но приносящие в крайней степени плод по гибели, чтобы устранить бедных от правосудия и похитить права у малосильных из народа моего, чтобы вздох сделать добычей своей и ограбить сирот. Не видишь ли ты, что пророк считает жалкими не обижаемых, но обижающих? Чем более он показывает обилие бедняков, тем более умножает наказание богачей. На них все постоянно жалуются, и однако постоянно так делается. Неудивительно, что евреи несут наказание, так как они совершенно привержены к земным вещам, но нам, ставшим трезвыми и мудрыми, недозволительно быть виновными в преступлении того же рода. Вести вдовицу в расхищении сирот с добычей народа моего. Вот и мое великое убежище. Тем, которых не мучило сиротство, не притесняло вдовство, и никакое другое зло не развалительно было притеснять других. Меня, говорит, должно бояться, и вследствие страха передо мной вам надлежит быть кропкими и трезвыми. И что вы будете делать в тот день посещения, когда придет гибель издалека? Кому прибегнете за помощью? И где оставите богатство ваше? Почему, он говорит, издалека? Чтобы обратить их к покаянию, чтобы показать, что Бог угрожает наказанием, и оно определен небом. Так как вы оказались жестокими и бесчеловечными к своим ближним, то я пошлю вас чужих, и вы не найдете ни утешения, ни спасения. Это совершенно справедливо. Вы не жалели сирот, и вас никто не пожалеет. Кто привел вас в такую бедственность? Без меня согнутся между узниками и падут между убитыми. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. Видишь ли, как зло обличает самого себя. Кто, говорит, может сохранить вашу славу? Горе, говорит, пишущим лукавство, потому что они свое лукавство пишут. Ты, говорит, обнаружил жестокий дух, и я, говорит, наведу на тебя и обнаружу наказание и удары, и не окончу этим. О, сур, жезл и гнева моего, и бич в руке его, мое негодование. Теперь пророк обращает угрозу к воюющим и предсказывает то, что имело случиться в царстве Неезекии, когда в один день пал 185 тысяч человек. Ты спрашиваешь, почему это случилось? Промышление Божие относительно народа убеждало их более, чем пророческие предсказания. Пророки увесевали иудеев, и тогда, когда они оставались врагами действовавших у них законов. Видишь ли, что те, ассирийцы, сами по себе представляют повод к наказанию? Спрашивается, однако же, почему он наказал их, когда в их руках был жезл гнева его? Для понимания этого пророчества об ассирийцах. Выслушай, что говорит Рапсак. Не тот ли это Бог, который оставил Езекию? Но и Господь сказал к нам войти в землю сию. Таким образом, как оказывается, они, ассирийцы, раньше знали о всем этом. Рапсак, говорит, был из числа их. Видишь ли, зачем он раньше предсказывает об этом? Затем, чтобы они, иудеи, видя город осажденным, огромным войском не падали духом. Потому Бог говорит, что ассирийцы, хотя получили власть от него, не пожелали познать давшего им эту власть. Незнание того, что победа над другими народами была дарована Богом, было великим невежеством. Присвоение же победы над иудеями своему могуществу, а не Богу, было признаком величайшего безумия. Как во время Моисея, так и теперь, я, говорит, дал жезл гнева в руку твою, чтобы ты поражал не народ мой, а иноплеменников. Я пошлю его против народа, нечестил его и против народа гнева моего. Дам ему повеление ограбить грабежом, и добыть добычу, и попирать его, как грязь на улицах. Хотя всего того было достаточно, чтобы показать, что те народы беззаконны. Однако, говорит, я повелел им произвести такую добычу. Но он не так подумает и не так помыслит сердце его. У него будет на сердце разорить и истребить немало народов. Помышлял о том, как бы быть храбрейшим из всех на самом деле. Хотя он считал себя способным достигнуть этого, однако ему должно бояться переменчивости человеческой. Смотри, какое зло, не знать меры самоуважения. Ибо он скажет, не все ли цари, князья мои. Хални, не то же ли что, Кархимис. Ямав, не то же ли что, Арпад. Самария, не то же ли что, Дамаск. Приводится на память, что он, ассирийский царь, был наказан Богом для того, чтобы показать величайшую силу Божию. По прошедшему, соображая будущим, удерживая свою смелость, не уразумеешь ли ты теперь могущество силы Божией. Он говорил таким образом для того, чтобы показать силу Божию. Того, кто, подобно сильному дождю или стремительному ручью, наводнил многие страны, разделил народа, опустошил поля, Бог заключит в небольшом презренном городе, как бы он и не существовал. Так как рука моя овладела царствами идорскими, в которых кумиров более нежели в Иерусалиме и Самарии. Смотри, это выше человеческой природы. О, человек, ты говоришь, никто не мог мне воспрепятствовать. Чем больше ты говоришь об этих ужасах, тем больше показываешь могущество Божие. Что они сделали того же с Иерусалимом и извояниями его, что сделал в Самарии ее, и идолами его. Видишь ли слабость идолов? Видишь ли, что гордость его касается не только людей, но что он издевается и над богами. Так говорит, от начатого мною меня не могли отвратить ни множество людей, ни даже могущество богов. Если ты начинаешь, то ясно, что ты слаб. А если когда-либо найдется, кто воспрепятствует тебе, то ясно, что он сильнее людей и богов. И будет, когда Господь совершит все свое дело на горе Сионе и в Иерусалиме, скажет, «Посмотрю на успех надменного сердца царя сирийского и на тщеславие высоко поднятых глаз его». Что значит слово «скончает»? Акива говорит, тотчас отсечет о Симмах, переводчик, «будет отсечено». Он многим попускает страх и бегство, так как это послужит показанием величия чудес. Но когда сирийский вождь увеличит свой гнев и будет больше не в состоянии говорить что-либо иное, тогда Бог ему воспрепятствует. Что делает Бог, это он делает не для показа, а для пользы евреев и варваров. Как и Павел говорит, когда исполнится ваше послушание. Он говорит, силой руки моей и моей мудростью я сделал это, потому что я умен. И переставляю пределы народов и расхищаю сокровища их, и не зергаясь престолов, как исполин. И рука моя захватила богатство народов, как гнездо. И как забирают оставленные в них в гнездах яйца, так забрал я всю землю, и никто не пошевелил крылом, и не открыл рта, и не пискнул. Смотри великую гордость, которая, хотя не воздымала ума до величия Божия, но была достаточна для посрамления и наказания. Кто, говорил он, передо мной, Бог ваш? Бог пока бросил и оставил этого гордого хребреца, для того, чтобы он более познал могущество Божие. Он мог послать с неба огонь и попалить войско, наслать на него зверей или различные казни, но не желал. Он попустил, чтобы они осадили город, молчал, чтобы они переступили меру, и чтобы царь из реки совершил свою молитву, а потом уже обнаружил гнев свой, совершая великое дело. Но, по милости Божией, я дойду до этого места, а теперь объясню, что значат слова, когда скончает Господь. Все, стих 12. Например, как вызывающее удивление артист не выходит на площадь перед зрителями в неудобный момент, но лишь после того, как увидит их всех в сборе, каждого сидящим по порядку и на своем месте, тогда выступает для показывания силы своего искусства. Так и Бог. Когда каждый сидел на горе Сионе и Верусалиме, как бы для зрелища, тогда, говорит, посещу ум, поднятый гордостью, так как сравнительно с этим нет иного худшего ума. Таким образом, совершенно доказано то, что не может быть никакого несчастнее, никого гордого, да и как может гордиться тот, кто не в силах понимать того, что ясно даже детям. И Он не сказал посещу человека, но ум, поднятый гордостью. Он не взял из среды их царя, но попустил, чтобы он исправился вследствие бедствий, постигших других. А так как он не исправился, но, возвратившись домой, поклонялся богам и начал предаваться неисправимым порокам, то Бог взял его из среды живых, писая 37-38, чтобы тем наказанием, которым он подверг его в разыны других, таким образом показал не смену вещей, а только конец. И желал Он также показать нам нечто иное, именно спасение спасаемых и рассказать о гибели гордеца. Я, говорит, крепости руки моей сотворю, чтобы нигде не было царей, не обреталось книзей, и сотрясу града населенная. Видишь ли, доколе простирает жестокий ум свою гордость, как он обнаруживает гордость с угрозами. Видишь ли, сколько зла рождается от гордости. Не убежит от меня, и кто против меня скажет, не пискнет. Раскрывает совершенно его гордость, чтобы показать, какого человека победил Бог. Тем, кто следует добродетели, нехорошо превозносить и говорить о себе великое, так как гордых постигает наказание от Бога, как случилось с фарисеем. Если того, кто по своим добрым делам противился воле дьявола, могло отвратить от Бога и погубить одно слово и одна вина, то насколько более возможно относительно других хвостунов? И если хвостовство недозволительно упражняющимся в добродетели, то насколько больше оно недозволительно для уклоняющихся от добродетели? Величается ли фекира перед тем, кто рубит ею? Пила гордится ли перед тем, кто двигает ею? Как будто жезл восстает против того, кто поднимает его, как будто палка поднимается на того, кто не дерево. Смотри, с кем сравнивает еретики Сына Божия. С тем, с чем Священное Писание сравнивает астерийцев. Как сихи рассечет не сама собою, так и ты сам собой не сделаешь ничего. И как пила не сама себя влечет, так и ты сам собой не совершишь ничего. И не так, то есть после этого я не буду больше в тебе нуждаться. Или вознесется жезл безвозносящего его. Так как я был вознесшим тебя, то впоследствии я никогда не вознесу тебя. Зато Господь, Господь Саваоф, пошлет чахлость на тучных его, и между знаменитыми его возжег пламя, как пламя огня. Так как несчастье сопровождалось бесчестьем, чем больше были угрозы, тем больше слава Израиля, когда возгорелся огонь среди неприятелей. Свет Израиля будет огнем, и святые его пламенем, которое сожжет и пожрет терны его, и волчцы его в один день. Пророк обозначает их гибель. Гнев Божий пожирал неприятельское войска, подобно огню. Исайя 10, 18. И славный лес его, и сад его от души до тела истребит, и он будет, как чахлый умирающий, и остаток дерев леса его так будет малочислен, что дитя в состоянии будет сделать опись. Они устремятся в бегство, как от огня. Их легко будет сосчитать. И не прибегнуть более к тебе, говоря так, пророк показывает, что они, евреи, некогда прибегали к нему, ассирийскому царю, который отвел в рабство евреев. И ради них, также жителей Самарии, так как по причине осада одних случились бедствия с другими. И будет в тот день остаток Израиля, и спасшиеся из дома Якова не будут более полагаться на того, кто поразил их, но возложат упование на Господа святого Израилева чистосердечно. Остаток обратится, остаток Якова, к Богу сильному. Видишь ли, к чему послужило несчастье? И будет остаток Якова, уповающий на Бога крепкого. Почему только эти, а не все? Всем должно было обратиться к добру. Видишь, что чудеса были сотворены ради всех, а принесли пользу только им одним. Ибо хотя бы народу у тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского, только остаток его обратится. Истребление пределено изобивающую правдою. Ибо определенное истребление совершит Господь, Господь Саваоф во всей земле. И вот пророк обращается к пророчеству. Так как иудеи всегда надеялись на численность, говоря, что Бог не погубит такого множества людей, то Он исторгает эту надежду. Я, говорит, не придам значения многочисленности. И другой пророк также говорит, И будет число сынов Израилев, как песок морской, оси 1.10. Что польза в толпе, если бесполезны самые дела? Не все имели быть неверующими. Но так как веровали немногие, то и спасение получили немногие. Не будет более продолжаться долготерпение, снисхождение и милость. Но, как мне кажется выражение, слово совершенное и сокращаясь, творит Господь по всей вселенной, указывает на решение в будущей жизни. Смотри, как с чудесами смешиваются пророчества, бывшие и неисполнившиеся. Так как сказано, что спасутся немногие оставшиеся, то ты не говори, каким образом из такого множества спасаются немногие. Так или иначе, говорит, я не буду щадить вас, но погублю всех, даже оставшихся. Видишь ли, как он заботится, чтобы они надеялись на Бога, а не на множество, как и в другом месте он говорит. Я не пощажу ли города, в котором живут множество, более чем 120 тысяч человек. Иона 4.11. Говоря это, Бог как бы утешал пророка, но и безотносительно к тому он пощадил город ради примерного покаяния. Ведь если бы он принимал во внимание многочисленность, то должен был бы пощадить и прежде покаяния. Но если прежде покаяния он не принимал во внимание многочисленности, то, конечно, не принимал ее во внимание и после покаяния. Почему и, говорится, увидел Бог, что обратились от злых путей своих. И в другом месте, по множеству их согрешили они передо мною. Ося 4.7. Видишь ли, что множество не умилостивляет, а скорее раздражает Бога, так как чем больше людей, тем больше зла. Один нечестивый часто может спастись, но многие никогда и нигде, так как все страдают той же болезнью. И ныне в наши времена скажут, уже ли Бог погубил бы такое множество. Конечно, так как он презирает множество. Не видишь ли ты, что пользы, что только один с домом своим избежал невредимым потопа, трое только спаслись от огненного гнева, посетившего садомлян, и двое только в пустыне. Лучше говорить, один творящий волю Божию, чем десять тысяч беззаконников. Исправедливо, чтобы ты лучше желал найти десять тысяч деревянных или оловянных монет, или одну драгоценную жемчужину. Не говори, что она одна только, но знаю, что она одна драгоценнее тех многих, так как не во множестве цена, но в цене множество. Потому о немногих добрых людях и говорится, которых недостойен был весь мир. Посему так говорит Господь, Господь Савлов, народ мой, живущий на сегодня, не бойся, Ассура, он поразит тебя жезлом, и трость свою поднимет на тебя, как Египет. То есть легко и человеколюбиво, я подвергну тебя наказанию и бедствием ради любви. Это есть признак правды Божией, что он не открывает, каким образом тебе помогли египтяне, на которых ты много раз надеялся. Еще немного, очень немного, и пройдет мое негодование, и ярость моя обратится на истребление их. И поднимет Господь Савлов в бичи на него, как во время поражения Мадиама у скалы Ариева, или как простер на море жезл, и поднимет его, как на Египет. Акива, переводчик, говорит, жезл его на море, а Симах жезл его на путь египетский. Этим примером подтверждается настоящее пророчество, как некогда посредством трехсот человек без труда и оружия он истребил всех, подобно тому и теперь. И ярость его на путь, который к морю, то есть они пройдут мимо вас и устремятся в Египет, потому вели их, не бойся. И будет в тот день, снимется с рамен твоих бремя его, и ярмо его шеи твоей, и распадется ярмо оттука. Они не так будут побеждены, чтобы, произведя новый набор, снова двинуться против тебя войную, но вследствие тяжкого поражения будут совершенно истреблены, потому он, говорит, отнимется. Он идет на Аиаф, проходит мигрон, в мехмасе складывает свои запасы, проходит теснины, в геве ночлег и храма трясется, Гива Саулова разбежалась, вой голосом твоим, дочь Галима, пусть услышит тебя, Лаис, бедный Анафов. Мадмена разбежалась, жители Гивима спешат уходить. Видишь ли, что писание даже перечисляет в отдельности те лагери, в которых должно было находиться сирийское войско. Но хотя оно от вас недалеко, однако вы не бойтесь, так как оно идет туда, куда направляется, возьмет оттуда то, что пожелает, и возвратится, а вам не причинит никакого вреда. Вот Господь, Господь Саваоф, страшные силы сорвет ветви дерев, и величающиеся ростом будут срублены, высокие, поверженные на землю. Не видишь, сколько бывает утешений и радости, когда что-либо делает сам Бог.